приветствую дорогие друзья давно не виделись с вами сегодня маршал савчук и полюбившийся многим по мастерству вертушек и ну я даже не знаю как удивительные проходы назвать андрей метрофанов боец тренер очень заслуженный человек чемпион мира дорогие друзья прошел недавно турнир юси который ну в отличие от очень многих скучных турниров показался по-настоящему интересный давайте специально этому посвятим наш обзор разберем три основных самых интересных момента за весь турнир итак дорогие друзья пойдем по порядку первым из тех клоев которого нельзя было никак обойти своим вниманием это бой любимого многими же карресу лозы который этот бой проиграл проиграл товарищем унесу значит как он это сделал сделано это удивительным способом очень редким прием получился очень необычный необычно еще потому что его пришлось несколько раз пересматривать чтобы понять вообще что это за прием я как и все сначала подумал что это рычаг локти оказалось что это не все так просто высокий партер соответственно положение многим знакомая здесь соответственно перехватывается нога пытаются люди люди делать удушающие если удушающие не получается как правило что делается вот в стиле кроля да если только спортсмены которые плавают делают рука переносится сюда подхватывает руку перебрасывается нога делается прием вот это то как он разбирается во всех основных школах партера по классике а теперь что произошло здесь во первых вместо того чтобы идти вот это рукой то есть условно левой на правую спортсмен начал делать совсем другое начал делать акцент на контроле вот эту руку правую на правую он начал заводить своим локтем внутрь вот здесь вот суоза начал вставать обратить внимание на следующее здесь не было плотного какого-то условно контроля ногой то есть нога не была перекинута как вот условно было бы логично для этого положения и вот так вот делается опять-таки рычаг локтя нет все произошло немножко по-другому так как не было плотного контроля ногами спортсмен сделал очень хорошую высокого уровня грэплерского вещь он бедром прокрутил немножко руку видите локоть выкрутился немножко в эту сторону мне сейчас даже приходится придерживать немножко чтобы рука уже не лопнула потому что нагрузка на хлипки ну в этом положении на пределе вывернутый сустав очень высокой я просто плотно зажимая ногами и делаю вот такое движение здесь на меня играет все вес моего тела положение его руки прием очень редкий и напоминаю в первую очередь нашего великого самбиста федорова который практически везде находил вот эти узлы из каждого положения в котором он был вот это тот самый пример самбисты часто работают этот прием ну хорошие старые самбисты старой школы с положение снизу когда вот гарда даже нету просто есть положение например вот такое вот локоть перекинул сюда зажал руку поддал таз все есть прием вот но из положения со спины это делают единицы поэтому муниус ну красавец очень интересно необычно будем разбирать дальше будем разбирать радоваться и учиться дорогие друзья вот в этом положении критически важно чтобы я не растягивался далеко туда и чтобы не разворачивался лицом потому что тогда я просто потеряю прием в большинстве случаев да здесь все таки на меня а точнее на муниуса играет то что он лежит сюда и работаем работает соответственно весом тела вот подкручивают это извини вот этот вот локоть еще очень важный момент то что соуза немножко подыграл в этом случае тем что начал подниматься не вот так а именно вот так это сработало целиком на исполнение приема о слушай офигенная тема надо обязательно проговорить почему он сдаться не успел потому что мне чем сдаться они целиком висят на вот этой вот руке вот ему сдаваться просто он на этой стоит да здесь в этом положении сдаваться просто нечем поэтому него просто лоб на руках но это только первый из трех самых интересных поединков которые были на этом турнире по нашей версии 2 какого на стороне это был бой фергюсон дари уж очень интересный был момент с приемом на пятку вытерпел фергюсон либо вытерпел либо разращался и по твоему мнению маршал скажи что было недодела что было может сделано не так почему фергюсон вытерпел и вышел из этого ну болевые на ноги это вообще такие приемы которые если делать у делать очень хорошо в этом их специфика но если вы делаете их очень хорошо вас огромное преимущество перед другими попробуем разобрать единственное что не самого начала атаки а где-то середины наш иначе слишком длинный ролик получится соответственно положение было изначально почти нелепая одну ногу захватил спортсмен вторая нога у него оказалась здесь то здесь понятно что вот эту ногу достать и сделать треугольник очень тяжело поэтому очень логичным оказалось кидаться на ногу он соответственно сам перешел туда немножко перебросил тони фергюсона здесь очень правильно свои ножки вкрутил сюда в этот момент фергюсон перебросил ножки и закрыл треугольник в общем то всем кто делает болевые на ноги более менее знакома ситуации следующая атака была вот сюда внутренняя скрутка пятки в этом положении но фергюсон защищался достал эту ножку и выпрямил ногу вот эту вот теперь к специфике почему прием не получился во первых если идти издалека то надо понимать что есть по крайней мере два основных подхода к самому скручиванию пятки значит первый подход это подход где мы срезаем разворачивающий палец и срезаем как бы ахилл с кости второй подход это где мы делаем вот этим местом лобки для этого надо чтобы моя рука смотрела не так а прямо вверх сюда причем желательно тоже большим пальцем чуть на себя по кости здесь находится правильное положение раз прям вот сюда некоторые берут как вот на причастие себя на плечи раз нога лопается но этот и другой вариант возможен при очень одном важном условии при том что вот эта нога согнута первое что делает хороший пяточник это он сгибает ногу видите вот в этом положении нога лопается сразу у него здесь один шанс уйти перебросить ногу вода и скрутиться не не полностью крутится он ушел значит здесь этого сделано не было и фергюсон действительно терпел но он терпел не согнутый самый такой опасной части а с выпрямленной ногой то есть он выпрямил ногу и в силу того что у его соперника прямая была спина не было ресурса то есть он делал фактически одними руками этот прием просто не получился если бы он подтащил например корпус сюда скрутил ногу начал делать здесь понятно это могло получиться но в этот момент и фергюсон мог уйти переделать в динамике все вот так академично сделать не всегда получается вот так или иначе свой бой победе он привел конкретно в этом приеме фергюсон пускай и не самыми надежными способами но защищался просто выпрямив ногу вот и в нужный в нужный момент как бы освободив себя обратить внимание от очень важного захвата я ничем его сейчас не сжимая то есть да мои ноги безопасности он мне сейчас прием не сделает но зато и мне ему нечем ножки вот эти зажать условно вот здесь я их плотно зажимая вот здесь у меня в этом плане работа полноценная когда работа вот здесь я его ногу не фиксирую практически ничем вот в этом суть ну и безусловно корона этого турнира титульный бой чендлер оливьера очень интересный бой с драматургией ну прям замечательный в первом раунде чендлер своей коронкой правый прямой в корпус левый боковой на выходе ну и потом еще правой практически решилась под бою свою пользу во втором раунде оказалось что нет не все так просто и уже он был отправлен нокаут тем же самым прямым боковым вот андрей я тебя знаю как хорошего мастера жестких акцентированных ударах как ты увидел в бой в чем там было в чем там были особенности чендлер усыпил бдительность на секунду своего оппонента за счет короткой паузы когда работает в связке любая серия оппонент реагирует на нее привыкает и как только здесь появляется небольшая пауза соответственно теряется угроза и соперник расслаблять вот он воспользовался как раз вот этой паузы вот мы сейчас например говорим я расслабился в этот момент за счет этого новой раздер оставил небольшую паузу а потом как только соперник подрасслабился такая работа через так получается как-то ты какое-то умное слово на эту тему знаешь как он это делает тигра не могу отлично потом да уже ты произошла серия добивания в общем первый раунд более-менее решенный там 10 8 ну другие считаешь не совсем правильно 10 9 на 1 но так или иначе в пользу чем для второй рам уже поменялись уже оливьера оливьера идет вперед чендлер соответственно практически на первой минуте оказался дезориентирован хорошим попаданием с левой и соответственно было то же самое правый прямой только не через корпус уже через голову и левый боковой вот как ты увидел эту связку эту серию там был правый боковой и левый боковой он был прятан замаскированный под прямой он сделал короткий как правый прямой в конце докрутил ручку промахнулся и здесь на выходе вернул ручку к лицу и достал левым боковым же бокала бокалом кружка еще называют достал подбородок соперника а чем в этот момент как бы на стяжке ручку к лицу не вернул ручку опустил до ручку опустил и не ушел не ушел под руку а какие вообще условные варианты были то есть вот например я пью вот как ты говоришь боковой самый хороший распространенный вариант вот по мм и чаще всего работать когда ныряем под ручку проход в ноги проход ноги забирают доминирующую позицию для борца это причем уже еще шел вперед плюс еще и защищаться проходим было тяжело да а если вот он фактюр например таки смешно боксерская если это боксерская самая базовая защита это просто держать ручки на лице у самая базовая ручки на лице защита смотрим что делает соперник и здесь вариантов достать до подбородка уже бы такого количества не было да мог бы зайти под ручку и здесь продолжать какую-то свою работу навязывать ну наверное именно привычка вот раздергивать немножко дистанцию вот эти резкие входы-выходы она вот здесь сыграла возможно то есть когда ты раздергиваешь соперника это одно когда человек на тебя идет это уже немножко другое может тоже сокращать дистанцию вот этого немножко не хватило да это тоже тоже есть такой момент я думаю тут еще сказался тот фактор что мы все-таки не можем успеть контролировать все вместе особенно после пропущенных ударов уже на все деятельности мозга контроля не хватает плюс он уже пытался контролировать то что просто выйти и на какую-то защиту на какие-то там защитные действия даже на то чтобы собраться в новый проход его уже не хватало скорее всего пропущенный удар и вот такая дезориентация мы с тобой оба действующие тренеры и у каждого наверно немножко своя школа вот что ты делаешь как ты учишь своих спортсменов но так или иначе все рискуют пропустить удары ему пропускают туда вот если человек поплыл как вот нарабатываете чаще всего как нарабатывать защиту и успешные действия в этом состоянии в такой ситуации можно выиграть какое-то время для того чтобы восстановиться и проще всего это сделать в борьбе это либо клинч либо проход ноги нужно завязаться сблизиться не дать человеку бить либо проходить ноги цепляться и в бартере либо в стойке в борьбе в клинче выигрывать вот эти секунды для того чтобы восстановить это самый простой самый рабочий способ который мы всегда наблюдаем боях ну да кроме стандартного боксерского где могут крутимся вокруг себя и потом начинаем боксировать это тренирует ножичок ножичок это в тыльной части головного мозга у нас есть такой орган который отвечает за положение в пространстве кроме этого с наших борцовских позиций действительно всегда важно сблизиться причем сблизиться не вот здесь вот да а немножко с запасом внизу здесь получается нам проще реагировать у нас небольшое преимущество когда мы работаем здесь хотя бы просто прижать его к стене там уже отдышаться в идеале конечно еще нырнуть куда-то за спину ну а если мы не идеальны просто прижать и поддержать вот 5 10 15 секунд поверьте это просто космическое время там вот его можно если я вот поймать таком состоянии то вот хотя бы продышаться прийти в себя большой большой бонус для восстановления этого более чем достаточно ну в общем да дорогие друзья маэстро маэстро митрофанов андрей благодарю тебя вот сегодня был у нас на старейшем профессиональном из профессиональном ресурсе blood and sweat дорогие друзья подписывайтесь оставляйте свои лайки и ставьте комментарии ничего еще будьте здоровы всем спорт всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями